Господарка, промысловость, туризм, молодежно-политика во усих этих накерунках готовы супрацовничать с Могилевской областью китайские партнеры с провинцией Хэнань. Замежная делегация с визитом в областном центре. Про перспективы супрацовничества говорили у Аблвыконками на встрече с керовничеством в области. Китайская нехао кожному и одразу обмен контактами. Замежные дипломаты с провинцией Хэнань ясно до пера моу раздали усім визитовки. Мауляу приехали за серьезными и долготерминовыми относинами. А яны начались с 2003 года после первого приезда в областный центр Хэнаньских гостей. С 2014 столицы Могилев и Чжэнчоу городы побратимы. Есть и экономичный эффект такого супрацовничества. Товарооборот Могилевщины и Китая летать склав 62 миллионы долларов. Папуляризация белорусских товаров на перспективном китайском рынке допомогла минавита Хэнаньская логистичная компания. Есть намер супрацовничества и надалей. Если говорить о логистике, это очень важное направление и особенно, что касается продуктов питания. У нас также есть свои технологии в производстве мяса и молока. Поэтому мы будем стимулировать и поддерживать наших предпринимателей, чтобы они приезжали сюда для создания совместных предприятий. Экспортные позиции Могилевщины – мебля, шины, лён, лесоматериалы, набирая обороты и поставка у Китай айчыных продуктов харчаванья. Особливо мясо яловичины и молока. И коли опошняга за весь минулый год экспортована у Поднебесную 183 тонны, то сёлита столько отправили только за первые четыре месяцы. Досподобы пришлися гостям так само преференции СЭЗ Могилёв. Мы всерьёз рассчитываем на привлечение бизнеса уже в совместные проекты. Сегодня тоже об этом много говорилось. И мы надеемся в ближайшее время, составив определённую дорожную карту, расписать направление сотрудничества и двигаться по данным направлениям. Шмот слов по часу встречи про белорусскую природу. Без конца и зелень – амаль экзотика для китайцев. Тому туризм – ещё один знакерунка у супрационниства. Баки домовились разглядеть махчимости для организации таких вандровок. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новины региона.